Несмотря на капризы природы, совсем скоро наступит время, когда на улицах, в парках и скверах сможем наслаждаться красотой и ароматами цветов. Работа над созданием цветочного убранства города не прекращается круглый год. 8 марта состоялась очередная встреча рабочей группы по озеленению, на которой руководство города, художники и коммунальные службы обсудили ряд идей, реализация которых позволит удивить и порадовать жителей и гостей Дагубилса. Основная палитра цветочного убранства в этом году будет состоять из теплых тонов. Клумбы украсят затейливые орнаменты, разработаны интересные решения по использованию символики города. Специалисты работают над тем, чтобы красиво и уютно было не только в центре, но и во всех остальных микрорайонах. Знакомые и полюбившиеся всем объекты будут дополнены необычными композициями и растениями. В центральном парке будут посажены сакуры и расцветет река Лили. Сквер у собора Святого Петра в Веригах окутают дивный аромат и лаванды роз. А на Испланаде раскинется яркое поле луговых цветов и будут построены гостиницы для насекомых. Можно будет подойти к этим композициям, к этим домикам, можно будет поинтересоваться, что же там находится внутри. И можно будет по этому лугу тоже аккуратно и ходить, ну так как и по полю, если мы выезжаем за город. Вот это будет новая композиция, которую приняли и одобрили те люди, которые работают у нас в рабочей группе по озеленению города. Еще хочу обратить внимание горожан, что в центральном парке нас тоже ожидает новая интересная композиция, так как в центральной части парка высажены саженцы сакуры и или в этом году, или следующей весной они уже обязательно засветут. Большое внимание уделяется излюбленным горожанам и местам для отдыха и прогулок. Новые цветочные композиции появятся на променаде в стропах. Также ищут наиболее интересные варианты украшения променады по улице Бругю и благоустройство берега Даугава у шестой средней школы. Одна из главных задач для художников на данный момент – разработка обновленного образа площади Вен-Ибос, чтобы сделать ее не только главным местом проведения больших городских мероприятий, но и привлекательным, интересным и функциональным местом для прогулок и отдыха, которое могло бы стать новой визитной карточкой Даугапилса. Оцениваются различные разработки специалистов, однако конструктивные идеи жителей о том, что они хотели бы видеть на центральной площади города, также обязательно будут приняты во внимание. Безусловно, напротив парка и дома единства также будут прекрасные новые цветочные композиции, а мы думаем о том, может все-таки оборудовать площадь таким образом, чтобы там можно было бы посидеть, послушать музыку, порадоваться красивым цветочным композициям. Но вот эта работа еще предстоит нашей рабочей группе, но тем не менее я уверена, что город этой весной, летом, осенью будет выглядеть очень зеленым, очень красивым, будет много цветов, и город будет благоухать. И я понимаю, что, наверное, во время пандемии нам всем хочется больше радости, больше приятных эмоций, и вот мы постараемся это сделать. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.